Припарковал автомобиль и ушел по своим делам. Когда вернулся, не поверил своим глазам. Куррозная авария произошла минувшим вечером на улице Нариманово. Лада Приора, оставшись без водителя, покатилась вниз задним ходом. Остановиться она смогла лишь после встречи с длинномером. Как так получилось, расскажет Алина Мусина. Не надо убирать, отказать не приеду. По рассказам очевидцев и участников аварии, вся ответственность за произошедшее лежит исключительно на водителе легковушки. Они рассказали, что в момент аварии шофер попросту отсутствовал в салоне машины. Че ты нервничаешь? Че ты нервничаешь? Полметра не хватило проскатить. Все нормально, че ты нервничаешь? Все нормально. Нормально, развивайся. Ладно, сами живы, здоровы. Да, да. По предварительной версии, припаркованный автомобиль в какой-то момент самопроизволен покатился назад. Судя по всему, хозяин транспортного средства просто забыл поставить его на ручной тормоз. Неуправляемая машина сначала выехала на встречную полосу, а после вернулась обратно и откатилась прямо на грузовик. Из-за длины фуры дальнобойщик не успел избежать столкновения. Если она без тормозов, то она на нейтралке стояла. Я еду, понятие могу, он здесь, 5, 5, 5 не мешает. Ладно, тут мужики, а он говорит, без водителя, я по газам. А она пустая, да? Пустая была. А водитель где был? На рынке. За бывчивость и помидоры, купить которые вышел водитель легковушки, вероятнее всего, обернется для него крупными тратами. Мужчине с высокой вероятностью придется ремонтировать собственный автомобиль за свой счет. Впрочем, ему еще повезло. Неизвестно, где и при каких обстоятельствах остановился бы его автомобиль, если бы не грузовик. Алина Мусина, Эрад Назипов, Адель Малахметов, Вызов 112.